Ну хорошо, вот сегодня у нас Никита Шульга продолжает сегодня про оценку снизу размерности Хаусдорфа через этот самый принцип распределения масс, да? Да. Ну давайте, поехали, да. Да, давайте для начала, в общем, напомним еще раз, с чем мы работаем, и что именно будем показывать. Опять же, сегодня будет разговор идти про конкретное множество, для которого мы будем показывать нижнюю оценку. Но тот же самый принцип работает для всех подобных множеств, ну и не только подобных. Итак, давайте сначала напомним, собственно, с каким множеством мы работаем. Множество СМ, зависящее от параметров А0 и так далее, АМ-1, которое определяется следующим образом. Это Х на отрезке 0,1. Такое, что, давайте так, АН снизу оценивается как А0 в степени Н, сверху как 2 А0 в степени Н. АН плюс 1, АН плюс 1, снизу как А1 в степени Н, а сверху как 2 А1 в степени Н. И так далее, вплоть до АН плюс Н минус 1. То есть, опять же, это у нас будет снизу АМ минус 1 в степени Н, сверху как 2 АМ минус 1 в степени Н. И это должно происходить для бесконечно многих Н. То есть, это такое множество, давайте я еще индексы, ой, точнее, зависимость от Х проставлю, а то у нас все-таки это множество Х. Вот, это множество таких Х, что существует бесконечно много блоков из М подряд идущих неполных частных, таких, что каждая из этих М подряд идущих неполных частных растет достаточно быстро и ограничена будут с двух сторон. С одной стороны, некоторые параметры в степени Н, с другой стороны, 2 умноженные на этот параметр в степени Н. При этом, все параметры, как мы видим, разные. Ну, они могут быть одинаковыми, если мы их таким положим, но, вообще говоря, могут они принимать разные значения. Ну, естественно, они все больше единицы, то есть АИТ и больше единицы, иначе это не особо имеет смысл. Итак, вот, да, с таким ножом мы будем работать. И давайте напомним, что за принцип распределения масс. Пусть это будет лемма. Принцип распределения масс. Гласит он следующее, что пусть некоторая μ это вероятностная мера на измеримом множестве f. Ну и что это мера всего множества положительная? Предположим, что существуют константы c и r нулевое такие, что мера шариков с центром в точке x и с радиусом r ограничена сверху вот этой константой c на радиусом в степени s. Вот s это тоже некоторое число, пока мы про него ничего не знаем, то есть просто для какого-то числа s пусть это выполнено. Вот для любых шаров bxr с радиусом r меньшим или равным r нулевое и центром x в нашем множестве r. Тогда мы знаем, что размерность хусдорфа нашего множества f как минимум вот это экспонента s. Вот экспонент, который радиус r в степени s. Мы этот принцип доказывали в первой части, он совсем нетрудный, буквально несколько строчек. Но, тем не менее, это оказывается очень полезным именно для нижних оценок размерности. И сегодня, собственно, будем строить меру mu на нашем, ну не совсем на множестве sm, но на некотором его подможестве. Вот, давайте теперь вернемся сюда. Мы будем рассказывать нижнюю границу для размерности хусдорфа множится sm, того, которого определил выше. Так, ну давайте, теперь понадобится очень много обозначений, некоторые я буду опускать, просто объясню, что они значат. Ну, во-первых, зафиксируем, зафиксируем n большое и m большое. Это некоторые натуральные числа. Сразу скажу, впоследствии мы их, в самом конце мы их будем устранять в бесконечности. Вот, зафиксируем n и m натуральные и для i от 0 до m-1 определим величину. Давайте d и, сейчас как бы лучше обозначить, d и со штрихом, который вообще говоря, d и со штрихом зависящие от n и m, но мы будем эти n и m опускать, потому что мы их зафиксировали. Итак, как мы эту величину определяем? Мы ее определяем как решение следующего уравнения. Опять сумма по всем возможным неполным частным натуральным числам, то есть от a1 до a n-того, такие, что они ограничены числом m, где под суммой у нас стоит следующее, βi-1, я чуть позже напомню, что такое β, в степени n делить на βi, βi-1 в степени n. Все это умножаем на qn в квадрате. qn это знаменатель цепной дроби, соответствующий из неполным частных a1, a n. Вот это как раз возводится в степени d и штрих, равное единице. Так, напомню, что такое β. βi-t это произведение всех параметров a от нулевого до итого. И положим еще, что β-1 это просто единица. То есть пустое произведение единица. Вот, значит, положили такие величины d и штрих. У нас их будет m штук, m решений. И мы эти величины уже определяли раньше. Давайте я кое-что еще про них скажу. Знаем из прошлых лекций, что существует предел при n стремящемся к бесконечности и m стремящемся к бесконечности. от вот этих величин d и штрих, которые зависят от n и m, которые мы обозначали d и t без штриха. Которые, в свою очередь, вот эти величины d и t и без штриха выражаются через функцию давления, вот там через какой-то динамический язык. В частности, давайте, чтобы мы про d и t без штрихов знаем, что в прошлый раз мы показали, что размерность Хусдорфа s, m не превосходит минимума по i от 0 до m-1 от как раз вот этих d и т их, которые являются, собственно, пределами d и т их штриха. Вот сейчас наша задача, наша задача доказать, что размерность Хусдорфа множество s, m как минимум, тот же самый минимум d и т их. На всякий случай еще пару слов скажу про верхнюю грань, которую мы в прошлый раз показывали. Мы просто построили m различных покрытий. К каждому покрытию соответствовала оценка в соответствующие d и t. Так как у нас m разных покрытий, и каждый из них дает свою какую-то оценку, а нас интересует наилучшая верхняя граница, то наилучшая среди них это будет и есть минимум этих d и т. Вот поскольку они все являются покрытиями, наилучшая из них это минимальная. Итак, чтобы доказать нижнюю грань для размерских узоров множества s, m, мы будем рассматривать не само множество s, m, а некоторое его подмножество. Давайте его сейчас определим. Определим. подмножество s, m. Давайте вот здесь будет технический нюанс. В статьях это расписывается через много-много параметров. Я попробую объяснить, в чем суть. Давайте я расскажу, как выглядит само вот это подмножество, которое мы будем строить, как выглядит его типичный элемент. Во-первых, подмножество будем обозначать e, ну или иногда e зависит от m и n, потому что оно действительно будет зависеть от m и n. типичная точка множества e выглядит как то есть x из e выглядит как вот так. x заданная цепной дробью следующего вида. а1 и так далее а, n а, n плюс 1 и так далее а2, n потом продолжаем этот процесс, то есть мы имеем сколько-то блоков длины n в конце концов у нас будет а давайте lk минус 1 n плюс 1 вплоть до а lk n вот, то есть любая точка нашего подмножества будет начинаться с какого-то количества блоков неполных частных длины n фиксированных n фиксировано нет, вот сейчас я скажу про сами эти неполные частные давайте другим цветом напишу все эти неполные частные будут удовлетворять следующему что они как минимум ну, конечно, они как минимум единицы, но как максимум m это будут те, что ограничены то есть все вот эти от единицы до m после чего сейчас еще один комментарий здесь есть некоторая последовательность lk про нее я пока ничего не говорю но скажу, что мы ее будем брать очень быстро растущей точнее, тут пока l1 лучше l1 это же первый момент времени l1 так вот l1 будет какое-то большое-большое число дальше что у нас после l1 блоков длины n дальше будут идти большие неполные частные а именно у нас будет l1 l1 потом l1 плюс 1 и так далее вплоть до l1 l1 плюс m минус 1 l1 эти неполные частные давайте тоже зелененьким помечу эти неполные частные как раз те, которые ограничены a нулевым в степени n и 2 a нулевой в степени n следующее a1 в степени n1 тут 2 a1 в степени n1 значит это a m минус первая в степени n1 это 2 a m минус первая в степени n1 вот то есть у нас идет много-много блоков длины n где неполные частные ограничены потом идет блок m минус 1 неполных частных вот тех, которые нам нужны и большие неполные частные потом идет снова много-много блоков длины n где неполные частные ограничены то есть дальше a ну давайте я индексы не буду писать но просто опять же поясню, что здесь будет блок длины n длины n где все неполные частные ограничены а и ты от единицы до m так то же самое тут и так далее все это длины n где все неполные частные ограничены а дальше снова будет будут большие неполные частные то есть в какой-то момент наступит an2 сейчас а можете напомнить что мы доказываем как там же вот какие какое множество там оцениваем мы вот там вот изначально было во-во-во-во-во-во да вот в изначальном множестве у нас из ограничений только что существует бесконечно много блоков во-во-во-во квантеры квантеры существует существует бесконечно много блоков, а вы строите их с помощью эти бесконечные многие блоки, они разделены кусочками, у которых неполно и частные ограничены. Да. Поскольку мы хотим построить подмножество, то есть уменьшить множество, мы можем вводить новые ограничения на другие неполночастные. В изначальном множестве у нас ограничение только одно, что существует бесконечно много блоков. В подмножестве мы можем вводить новые ограничения. Здесь их сразу несколько. Во-первых, что у нас... Извиняюсь, L1... Как их... А почему там... L1, L2, наверное, будет, да? Они очень большие. Очень большие, да. L1, L2 — это количество блоков длины N. Да, то есть они должны обеспечивать какую-то независимость, по-видимому. Да. Они будут взяты настолько большие, что, как бы, следующая встреча больших неполночастных, вот этих, AN1 и так далее, что оно будет, как бы, затирать все, что было перед этим. Ага, да. Что оно не зависит от того, что было раньше, что-то такое. Да. Ага. Ну да, и так и будем строить. То есть у нас будут блоки из M больших неполночастных перемежаться очень большим количеством блоков длины N, где все неполночастные ограничены. А M тоже расти будет? Пока мы фиксируем N большое и M большое. Но в конце, в итоге, мы устремим их к бесконечности, чтобы получить, собственно, оптимальную нижнюю. Ага, ага. Но пока мы их фиксируем. Ну да. Так, ну давайте-то я тут допишу. AN2 плюс M минус 1 и так далее. Соответственно, эти неполночастные. А нулевое в степени N2 и максимум 2А нулевое в степени N2. Это как минимум А1 в степени N2 и как максимум 2А1 в степени N2. Ну и так далее. То есть типовая точка выглядит вот так. Формально давайте тоже кое-что напишу. Что вообще говоря, LK это вот количество блоков длины N. Мы возьмем нечто вообще большое, но вот обычно что-то такое, что это E в степени сумма всех предыдущих L. Дальше. Собственно, как NK выглядит? NK, то есть в расстоянии между следующим NK и предыдущим, то есть NK минус 1, это как раз LK на N. То есть что между двумя соседними NKшками будет N, ой, будет LK блоков длины N и еще N неполных частных больших. Это для любого К. Ну и там еще некоторые условия на рост LK, поскольку это все параметры, мы их вольны выбирать, как нам удобно. То есть можно их выбирать настолько большими, насколько нам нужно для доказательства. Но главное, что типовая точка выглядит вот так, что у нас блоки между большими неполными частными длины кратный N. Это тоже для удобства сделано, чуть позже будет понятно, почему именно так. Вот, построили такое подможество. И, собственно, для него уже будем строить меру. Давайте еще одно обозначение введем. D N Это некоторое пространство символов, символное пространство. Но от этого нам ничего не надо, просто нам будет нужно обозначение немного. Что D N это последовательности из N элементов. Натуральных чисел. Таких, что A и T в степени NK Давайте я напишу формально и потом скажу, в чем смысл этого. Вот, что A и NK плюс ИТ зажаты от своей естественной границы для всех и от нуля до M минус 1 где NK плюс ИТ ограничено N а все оставшиеся ожитые ограничены числом M то есть они от единицы до M для остальных G из N ну а G меньше или равном N то есть что такое D N по сути это просто пространство всех префиксов всех возможных префиксов чисел из нашего подможества то есть вот такого вот вот это просто удобное обозначение по сути это просто все возможные начальные комбинации длины N которые возможны для нашего подможества так теперь как устроено наше множество E вот мы его будем обозначать E тут я об этом сказал как оно устроено структура подмножество E ну давайте определим для каждого для A1 и так далее A N из D N то есть это одна из допустимых последовательностей в нашем множестве для такой последовательности неполных частных определим величину G N если помните мы ее в прошлый раз тоже определяли это фундаментальный а точнее basic ну да фундаментальный цилиндр порядка N то есть G N от A1 и так далее A N определяется он как объединение по всем возможным A N плюс первым таким что последовательность A1 и так далее A N плюс 1 является допустимой порядка N плюс 1 ну и объединение чего это объединение обычных наших цилиндров A1 и так далее A N плюс 1 давайте на всех случаях еще напомню что такое вот это E то есть что такое обычный цилиндр и этот цилиндр у которого неполные частные равняются A N плюс 1 правильно же да 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 это просто все X из 0 и 1 ой индекс это был цилиндра N того порядка от неполные частных A 1 на N это такое множество X на отрезке 0.1 что первое неполное частное равно A первому второе неполное частное равно A второму ну и так далее до A N A N от X равно A N то есть да это просто все числа с фиксированными первыми N неполными частными сейчас ой я что-то не понял еще не привык к определению что такое D D это те наборы длины N у которых это те префиксы которые могут встречаться в нашем подмноженстве построенному так как я сказал N N N от префиксы длины N да такие что на N катых местах да что-то что нам надо а в остальных местах что угодно может ну да то есть это все возможные то есть в зависимости от N давайте еще какой-нибудь цвет выберу черный это все возможные префиксы например если N маленькая у нас будет равным N то это просто вот все возможные элементы которые могут располагаться тут то есть это все последовательности натуральных чисел длины N где все элементы ограничены числом M большим вот если мы в DN в нашем пространстве префиксов N положим чтобы оно заканчивалось например вот тут вот то есть вот тут если кто-нибудь видит где я написал скобочку закрывающуюся то у нас будет все возможные последовательности длины L1N плюс 1 где первые L1N неполночастных любые натуральные числа ограничены числом M а последнее неполночастное оно вот в границах от A0 в степени N1 до 2A0 в степени N1 то есть это просто все допустимые последовательности которые могут встретиться в нашем подмножестве то есть в каком подмножестве ну вот мы тут давайте жирным выделю мы тут я привел как выглядит типичная точка нашего подмножества а теперь мы отрезали его именно на уровне N может посредине там где-то да 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 просто описали все префиксы начало какие могут быть начало длины N то есть если мы отрезали вот тут то у нас просто все последовательности длины соответствующего 2N где все элементы ограничены M большим если мы отрежем подальше вот здесь например то все кроме двух последних неполночастных будут ограничены M большим а два последних они вот в тех границах которые там написаны понятно на G вот то есть фундаментальный цилиндр G определяется как объединение всех возможных обычных цилиндров и следующего порядка то есть N плюс 1 такие что A1 A N плюс 1 является допустимым префиксом так хорошо значит обрели так давайте теперь более конкретно чему эти вещи будут равны беремся на красный цвет в частности для любого K большего нуля если N у нас заключено в следующих границах это NK плюс M минус 1 до NK плюс 1 минус 1 то есть это как раз мы между двумя большими блоками это как где мы находимся где-то посередине где у нас ограничены неполночастные то есть если мы находимся где-то там то что у нас такое G G N вот A1 так далее A N это будет просто объединение по A N плюс первому от единицы до M большое если N у нас вида NK плюс 1 плюс I минус 1 то есть если мы находимся где-то на больших неполох частных то есть для давайте так для некоторого и от 0 до M минус 1 то по определению просто житые цилиндры вот это G N это объединение по A N плюс 1 в границах 2A и T NK плюс 1 а снизу просто A и T NK плюс 1 здесь пока ничего сверхъестественного это просто объяснение обозначения так теперь давайте создам теперь можно определить определим N уровень нашего контрового множества нашего контрового множества E как F N это объединение по всем возможным допустимым последовательностям A N наших цилиндров G N по сути это есть все возможные элементы которые могут встретиться в нашем множестве на уровне N если мы фиксируем первый N неполночасно вот а значит если мы определим N уровень так то как определить через какие-то пересечения объединений как определить само множество E ну это в качестве упражнения просто E это тогда будет пересечение по всем F N поскольку мы хотим чтобы бесконечно много раз попадали в такую вещь то есть в свою очередь это пересечение объединений по всем возможным последовательностям допустимым вот со структурой разобрались что как у нас множество вот это устроено теперь давайте оценим длины вот этих интервалов Gn хотя давайте лучше всю стратегию прогреем от начала до конца потом уже будем конкретные детали теперь стратегия после этого мы будем оценивать длины Gn для разных n понятно что у нас n как минимум двух типов оно либо лежит там где у нас ограниченные неполночастные либо там где большие то есть как минимум два варианта на самом деле их будет больше то есть когда оценим длины давайте модуль поставлю ну через что будем оценивать через какие-то qn и наши вот эти бета и будет какое-то произведение в разных комбинациях этих qn и бета и дальше как только мы оценим длины построим меру мю скобочках напишу что на самом деле будем строить m разных мер ну подождите а оцениваем длины там просто формулы есть ну да первое это тоже можно вообще сказать упражнение это через цепные дроби по сути то есть если мы фиксируем префикс из неполночастных то как понять длину конкретно вот этого интервальчика ну да это упражнение ну там qn qn плюс 1 там qn qn ну да а q это q q это же мы же не вычисляем сам q мы говорим что это просто да да термин с с неполными частными которыми в этом цилиндре находятся да да у нас вот эти qn будут оставаться мы их не будем как-то явно вычислять да они просто так и будут вернуться их просто оставляем хорошо да да вот будем дальше строить меру на самом деле мы будем строить m разных мер будем строить на самом деле не так сложно как кажется они будут равномерно как-то распределены между нашими уровнями между точнее не уровнями а между цилиндрами одного порядка на каждом уровне вот так скажем вот построим меру вот построим меру ну и дальше мы собственно построим так что пока не буду никакие подробности говорить но как-то мы ее построим после чего после того как мы ее построили будем оценивать а а а а а а а собственно как раз g n для разных n то есть мы будем ее определять только на вот этих фундаментальных цилиндрах дальше будем оценивать меру 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 g n через длину g n то есть в итоге что мы хотим к чему в итоге прийти мы хотим чтобы мера интервальчика g n оценивалась как то как некоторая константа на длину g n в некоторой степени ну там была s то есть мы в итоге хотим что то получить такое что мы определили меру так что она на всех интервалах оценивается таким образом дальше сейчас подождите подождите вы не сказали как ее строим просто такая я пока просто говорю что мы сделаем мы сделаем мера оценилась на каждом из интервалей g n а g n это огромный набор интервалов они они соответствуют любому цилиндру из префикса ну не такое огромное они же в g n там цилиндры все рядом стоят которые объединяются то есть в g n там вот вот сейчас где там определение g n вот g n там первые n фиксированных неполных частных а n плюс первое варьируется но оно же варьируется для значений а n соседних а значит цилиндры будут соседними то есть их конечно там будет много но как бы они стоят рядом и их объединить легко вот сейчас на экране определение g n вот ну да я пока не говорил как именно мы будем строить меру просто говорю что как то мы ее определим на множествах g n только только на них а потом будем пытаться оценить то как мы ее определили так чтобы она как то хорошо взаимодействовала с длиной каким то естественным образом что вот мера не превосходит некоторые константы любой на длину в степени s для некоторого для некоторой s вот дальше четвертым пунктом переход от g n то есть все g n ну да как мы сказали они плюс-минус просто устроены но это не то что нам нужно для принципа распределения масс для принципа распределения масс нам нужны шарики то есть тоже это собственно в одномерном случае это тоже какие-то интервальчики ну понятно более общего типа вот значит четвертым шагом мы будем пытаться перейти от g n то к шарикам для маленьких радиусов р то есть ну давайте я тут пару слов скажу если у нас есть какой-то же n ты интервальчик если мы возьмем какой-то небольшой сейчас тут есть же n ты а1 так далее а n а где-то еще есть g n на других неполных частных пусть со штрихами 1 an 1 an штрих вот теперь мы будем брать b от xr и возьмем радиус небольшой да так что он меньше чем gap то есть расстояние между двумя соседними интервальчиками если мы возьмем такой радиус что он меньше чем расстояние между двумя соседними то такой шар будет пересекать максимум один цилиндр а если он пересекает максимум один цилиндр ну уж их пересечения как-то легко найти будет вот к чему мы в итоге хотим прийти вот мы хотим перейти от знания как соответствует мера цилиндра и длина цилиндра знанию как соответствует мера шарика и длина цилиндра то есть нечто опять какая-то константа c штрих на g n тоже какой-то цепени s вот после того как мы узнаем расстояние между двумя соседними цилиндрами называемая гэпами дальше эту вещь можно будет оценить как а дальше пока не буду забегать вперед в общем как только мы дойдем до этого уровня останется финальный по сути шаг оценить g n через то есть длину через радиус r но это тоже как-то нетрудно сделать поскольку мы так и подбирали что они плюс-минус близки друг другу вот это будет делаться через гэпы через гэпы то есть минимальное расстояние между двумя соседними цилиндрами одного порядка один момент цилиндрами же n порядка так еще раз можете повторить что-то не влезло что-то нам надо нам надо меру этих цилиндров б посчитать шариков да да ну не только посчитать в итоге же мы давайте вернем к принципу определения масс что мы хотим в итоге получить вот зеленым обвиду хотим получить вот такое вот неравенство что для любых шариков их мера не превосходит константы на радиус в некоторой степени s мультипликативная константа нас не интересует нас интересует вот чтобы было радиус в степени некоторой s то есть возвращаясь назад мы уже я утверждаю можем получить нечто такое что мера шариков оценивается как длина цилиндра в степени s а дальше нам надо будет длину g в свою очередь оценить через радиус шарика но это тоже не трудно будет поскольку мы собственно сами выбираем с какой длины начинать для шариков и тогда просто посмотрим как взаимодействуют шарики и цилиндр на этом уровне вот насколько одно отличается от другого то есть тогда в итоге мы вот если продолжить это неравенство получим нечто в духе опять какая-то константа c2 штриха на r вот в какой-то степени s ну или там s плюс епсилон и как только мы уже дойдем до этого то все это буквально то что написано в принципе распределение масс что мы меру шарика оценили сверху как константа на радиус в степени s фотографии на и и и и и и и а и и и а понятно вроде стало получше да хорошо так ну давайте будем реализовывать этот план собственно первый вариант оценка первый этап да но тут понятно давайте все равно пару слов скажу давайте напишем да там q q q q умножить на q n плюс q n минус 1 этап 1 но тут у нас как бы несколько вариантов если мы находимся там где маленькие неполные частные то совсем все просто там где ограничены то есть если у нас n между n к вам надо вы все-таки асимптотики для континанта выписываете какие-то ну нет совсем простые я бы не назвал даже асимптотиками то есть если у нас если мы находимся там где маленькие неполные частные то эта вещь тупо оценивается как собственно с одной стороны как q n в квадрате с другой стороны как ну тут можно взять 8 но это не оптимально но нам достаточно 8 поскольку в итоге мультипликативные константы погоды не делают вот если мы находимся там где большие неполные часы там где наоборот ограничены неполные частные то уж нечто такое стоп 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 а где m а подожди там м это граница для неполных частных да 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 виноват виновата вот если мы находимся там где большие неполные частные то есть если мы находимся там где большие неполные частные минус оружие плюс и и тогда же н к минус 1 плюс и здесь нам достаточно выток оценки снизу поэтому я только и и и выпишу то есть это у нас будет n к минус 1 континуант а дальше вообще говоря давайте сейчас кое-что еще плюс минус можно сказать что вот это почти что равно следующему неполные частного на континуант коэн грубо говоря во всех случаях так вот если у нас мы остановились на больших неполных частных то мы все большие неполные частные посчитаем отдельно и оставим вот этот множитель как бы сами по себе а где у нас большие неполные частные мы пока не учли большие неполные частные это будет получается в терминах бетаит их b и минус 1 степени н к на бета и ты степени н к почему вот это так у нас происходит потому что как мы в прошлый раз тоже это обсуждали если мы берем произведение бета и ты на бета и минус первое это а нулевое в квадрате на а и ты минус первое в квадрате на а и ты то есть это все квадраты кроме самого последнего но это как раз нам и надо что у нас большие неполные частные все квадратах кроме самого последнего согласно вот этой вот формуле вот в числителе единица ну и здесь еще какая-то мультипликативная константа давайте я ее так напишу 6 на 4 в степени и но опять же это нам не сильно погода сделает так а это в свою очередь мы будем оценивать знаете как мы как раз сейчас оценим континуант вот этот qn cut и минус 1 то есть все остальное весь множитель оставим таким же это единица на 6 на 4 в степени и бета и ты н к на бета и минус 1 н к а вот это континуант оценим сейчас напишу чем сейчас будет нечто страшное но сейчас объясню как это произошло это произведение по и от единицы до lk от единицы на qn здесь давайте я индексы не буду qn указывать в общем они для каждого элемента произведения они на самом деле разные будут но это нам опять же не особо влияет или ладно давайте напишу так вот омега и от катова чтобы показать что это все разные то есть что такое омега и ката это некоторый набор длины n набор ограниченных неполных частных длины n n большая то есть для разных и и к это могут быть разные набора так вот как мы получили эту оценку по сути здесь используется хорошо вам всем известная формула о разбиении континуанта на две части что если у нас есть континуант а 1 а n b 1 b m что с одной стороны это произведение континуанта длины n на произведение континуанта длины m а с другой стороны это 2 умножить на то же самое на qn а 1 а n умножить на q m b 1 b m ну это основная формула континуанта да да и здесь это используется она используется я бы сказал даже только она ну да да только она используется мы же как раз построили наше множество так что типовая точка имеет большое количество блоков длины n и мы эту формулу применим собственно lk раз то есть вместо я хотел спросить это везде так делается все меры так у бургейна и конторовича вот эти разделители которые кан называют ансамблями они из единиц состоят а тут не хватает тут надо много сделать для того чтобы хаусдор наполнить для того чтобы м я поэтому и спросил м бесконечности что наполняет множество все вот этим практически полным промежутком а нужно вам чтобы м как то были ограничены чтобы как то какие то оценки что ли на эти континуанты сделать чтобы контролировать как то их рост да да что как бы для каждого фиксировано м они вообще не очень большой вклад дают то есть в принципе вот эти м могут быть на разных интервалах разное м ну да то есть это м то есть вот м это нам надо потому что нам надо чтобы там рост был вот этот экспоненциальный в этих кусочках а м это такой технический балласт который как то надо учесть да ага понятно да все очень естественно да то есть эту формулу мы просто применим много-много раз а именно вот в первый момент l1 раз мы разобьем континуант длины l1n на l1 частей по n каждая так возвращаемся а соответственно такой вопрос а это как я извиняюсь лимбу меру роджерса меру кауфмана а у вас да они бесконечные тут у нас же они не ограничены полный виноват да так вот ну да соответственно здесь мы собственно поэтому мы поделили блоки между большими неполными частными так чтобы они были кратными n большому чтобы можно было эту формулу как то естественно применить что мы ее как раз применяем между блоками длины n большой А, еще важный момент. Я, когда мы строили вот типовую точку из нашего множества, я сказал, что последовательность LKT, что она как-то растет очень-очень быстро. И сказал, что, ну, вот Николай Георгиевич говорит, что это для некоторой независимости. Я говорю, что она должна быть настолько длинной, что все, что было до новой последовательности LKT, что все это не имело никакого вклада. Сейчас я объясню, что это значит в данной формуле. Тут у нас появился некоторый эпсилон. Этот эпсилон как раз и есть все предыдущее. Давайте сейчас я попробую это как-то объяснить. У нас есть блок длины N. Блок длины N и так далее. В какой-то момент большие, неполночастные. Пусть это будет уже NKT, а не N1. NKT, NK плюс M минус 1. А затем столько будет блоков длины N. То есть вот тут их очень много. Их настолько много, что вот это произведение просто съест все предыдущее. То есть мы настолько много введем новых маленьких неполночастных. Вы имеете ввиду, что характер... Вот что вы асимптотически оцениваете? Покажите еще раз формулу. Это для чего формула? Сейчас, ну, смотрите. Во-первых, мы изначально оценивали длину ЖНТОВА. Длина ЖНТОВА выражается через континуант уровня NK минус 1. То есть давайте, что такое уровень NK минус 1? Уровень NK минус 1 это отсюда, то есть начиная с самого начала до отсюда. И мы... Сейчас еще один какой-нибудь цвет. Мы вот этот вот блок отсюда до сюда взяли настолько большим, что весь размер континуанта, он сконцентрирован именно в этом блоке. Все предыдущее об сравнении с ним очень маленькое. Да, просто. Все предыдущее об сравнении с ним это эпсилон какой-то. Вот. И так будет каждый раз на этом процессе, да. Что новый блок ограниченных неполночастных, он настолько длинный, что весь размер континуанта идет именно из вот этого блока. А то, что предыдущее, это идет какой-то эпсилон. Да, вот, соответственно, тут это и написано в этой формуле, что мы наш континуант оценили произведением именно вот этим фиолетовым. А все остальное мы засунули вот тут в степень эпсилон. Опять же, тут, понятно, это техническая вещь, надо это строго расписывать. Строго это расписывается через выбор параметров, что насколько быстро растущую последовательность L-катую мы берем. Если мы возьмем достаточно быстрый, то вот эта вещь, что все остальное можно засунуть в эпсилон, будет выполняться. Я вот тут не понимаю, там уже в знаменателе континуанты, а вам надо, как же континуанты-то? Так, а мы меру будем тоже определять через континуанты. Вот, и все хорошо. Нам-то в итоге надо будет сравнить длину с мерой, а если мы и то, и то оцениваем через континуанты, ну, они вот как бы самоуничтожатся. Вы на то намекаете, что там вот эти стыковки, они в эпсилон уйдут. Да. Да, это Кан. Кан любит такое. Да. А, ну да, еще вот один момент, что каждое разбиение континуанта на две части порождает действительно какую-то вот стыковку. Там лишняя двойка, это в эпсилон уходит. Да, это тоже уйдет в эпсилон, потому что сама длина блока, N большая, но она тоже может быть сколь угодно большим. Да, да, это Кан. Просто можно взять его настолько большим, что эта двойка тоже ничего, в общем, никакого хватит дает. Это все придумал Кан, да. Вот. Ну и дальше все оставшиеся цилиндры. Тут еще есть случай. Какой случай? Ну да, немного особняком стоит случай, когда И равное М минус 1, но по той же самой формуле можно это легко посчитать. В общем, можно считать, что все длинные G, N мы как-то оценили. Оцениваются они легко, естественно, из-за просто теории цифротропии. Дальше второй этап, давайте вернемся. Собственно, определение меры. Да, да. Определение меры. Ну тут, возможно, будет запутано, потому что я буду сразу строить M мер. Ну, потому что они, собственно, нужны в процессе. Почему M? Потому что у нас есть вот эти величины, D и T, которые кандидаты на оптимальную нижнюю оценку. Их M штук. Мы хотим показать, что размерность нашего множества, вот как минимум, минимум из D и T. Но мы точно не знаем, на каком I реализуется этот минимум. Это может быть D нулевой, может быть D минус первый, может быть что-то между ними. И вот сначала давайте мы посчитаем минимум из этих величин, а потом в соответствии какой будет минимум, определим меру. Но так как у нас опции-то M разных, вот мы будем строить M разных мер на случай разных минимумов. Но принципиально все меры будут устроены схожим образом, потому что они также будут как-то равномерно распределять по уровням. Итак, будем строить ее, собственно, по уровням, распределять на G и T. Мы ее будем определять только на G и N, на G и T, а на G и T, а на G и T. Ну да, давайте. Так, это в несколько этапов делается. Первый этап. Когда у нас N равняется L умножить на N, для некоторого L от 1 до L1, то есть давайте я вернусь опять на определение типовой точки. Вот у нас типовая точка, то есть мы будем определять меру в этот момент времени, в этот момент времени и вплоть до вот этого. Пока на промежуточных интервалах не будем определять, только каждый N большой промежуточек. Как мы определим на них? Когда мы останавливаемся на промежутках кратных N, для G от 0 до M-1 определим. Ню житую, то есть у нас будет M-мер, есть ню нулевое и так далее, ню M-1. Ню житая на G L-1 мы определим следующим образом. Это произведение по I от 1 до L. Сейчас я кое-что напишу, а потом скажу комментарий. Давайте я пока напишу это молча, потом скажу, что это напоминает. Это напоминает. Вот. То есть это... Давайте вернемся к определению D G' поскольку тут оно снова встречается. Вернемся, где мы его определяли. D G' Вот оно. D G' определяется как решение такого вот уравнения. Что у нас? Ну вот есть эти произведения беты, то есть числители бета и минус первая в степени N делить на произведение беты на беты минус первая. И есть континуант длины N. Теперь возвращаемся, как мы определили меру. Просто это произведение у тех как раз возможных величин, стоящих под знаком суммы. И количество этих произведений, то есть сколько тут у нас множителей. Множители у нас L. L это как раз то, сколько блоков длины N мы прошли. То есть у нас L блоков длины N. По сути это и есть такое естественное равномерное распределение нашей меры, поскольку если мы возьмем L, если L у нас будет равным L1, то есть в терминах нашей типовой точки, опять вернемся к типовой точке, мы возьмем отсюда и досюда. То есть мы рассмотрим все вот эти маленькие неполные частные и остановимся прямо перед блоком большие неполные частные. То что у нас будет тут? Давайте напишу, что у нас будет. То у нас будет μ житое от L1 N. Это произведение от I до LK. Заметим, что вот это и вот это вообще-то от I не зависит. То есть это можно множитель, который вынести за произведение. Сейчас давайте это подвину произведение и вынесу как множитель. То есть это у нас будет βg-1 на NL1 делить на βg-1 на βg-1 на dg'NL1 и произведение куэнтых, произведение куэнтых, которые, как мы выяснили шагом ранее, произведение куэнтых в таком количестве сравнимо с просто совсем вот этим большим кондентуантом, что у N1 минус 1 сравнимо с произведением куэнтых, его составляющих. Вот это вот понятно или нет? Ну, в это сравнимо входят какие-то какие-то ε. Ну да, да, ε там вырастет, это не в прямом смысле эквивалентность, там зазор будет. Ну, совсем маленький, там вырастут только вот эти множители в двойке. То есть у нас будет 2 в степени L1. Мы сколько этот континуант можем... А куда вы дели там же вот континуанты из больших неполных часток? Куда вы дели? Так это еще до больших. А, это первый? А, вы про первый. Да, да, да. То есть все равно нельзя писать эквивалентно, потому что... Мы отсюда до сюда. Все равно нельзя писать эквивалентно, потому что там растущие функции, но они по сравнению с континуантом ничтожны. Ну да, здесь не в строгом смысле эквивалентно, действительно, но... Это будет 2 в степени L1. 2 в степени L1. Да. Здесь еще будет присутствовать. Да. Но это 2 в степени L1 будет бесконечно мало по сравнению с... Да, да, поэтому мы не в строгом смысле, но почти в строгом. Мы употребляем этот значок с точки зрения, что там мы эпсилл в показателя можем писать. Да. Да. То есть эти вещи, вот, как-то естественным образом... Да, да, да. Так. Ну пока мы, да, мы определили только на... Так, это как раз у Хана, у Димы Гайфулина в Бенковском такие пишутся штуки. Может быть, я не видел. Не видели? Ну ладно. Так. Теперь что происходит, если мы... Сейчас, опять же, давайте вернемся к нашей типовой точке. Пока мы определили меру, только если мы останавливались на участках кратных n, то есть тут, тут и так далее, вот тут. А что будет, как мы определим, если мы будем останавливаться на каких-то промежуточных? Вот тут, тут и тут. Сейчас покажем. То есть меру определяем на цилиндрах, грубо говоря. Да, да. Даже не на цилиндрах. У нас это кантеровое множество, оно, так сказать, там некоторые неполные часто не встречаются, мы определяем только на тех цилиндрах, которые встречаются, да? Да, да, да. Ну а нам и надо только там, где встречаются, да. Да. Вот. Если мы находимся где-то между блоками длины n, то есть вот как раз в промежутке, где у нас индекс между l-1 на n до следующего l на n, то наши меры определяются как попросту все возможные суммы меры l-1 на n, которые просто лежат в нашем множестве gn. Ну, точно. сумма по g l-1 на n, являющимся подножитам g n-1 от их суммы. Вот. То есть это тоже как-то естественным образом определяется. Сейчас. А мера... Извиняюсь, у меня такой вопрос. А мера всего... Вот если мы определили в первых блоках, то мера всего тогда, если так вы определили, уже не будет единицы. Не будет. Вот. Я тут... Эту вещь я опустил. Да. Во многих работах вводят нормализующий множитель, чтобы мера равнялась единице. Ну или... Ну да. Чтобы равнялась единице. Я это здесь опускаю. Нам это не особо важно. Ну, будет она большая единица или чуть меньше. Главное, что она не ноль и не бесконечность. То есть она будет конечной. Это нам хватает. Но в принципе, да, она как бы не обязательная единица. Можно, опять же, если быть совсем строгим, можно ввести специальный множитель, который будет ее нормировать. Но тут я этим не буду делать. Не буду заниматься. Вот. Определили так. Дальше. У нас осталось определить меру на больших неполных частных. На больших неполных частных. То есть когда у нас n это... Ну, тут, например, n первая плюс i для некоторого. i от нуля до i минус 1. Мы меру... Это мера цилиндра. Да. Мера цилиндра будет равна мере того цилиндра, где мы останавливались на маленьких. То есть это вот самый последний момент, когда мы останавливались на маленьких. умножить на, собственно, вот эти большие неполночастные. А, k в степени n1, где произведение от нуля до итора. То есть каждая неполночастная делит меру в точности на а, k в степени n1 частей. Вот, и мы каждую из этих а, k в степени n1 частей, мы делим меру на них равномерно. Давайте сейчас. То есть когда мы малыми неполными частыми, мы делим меру по-человечески, чтобы она была такая же... Чтобы, грубо говоря, она была близка к мере, той, которая задается, к мере Лебега. Да, да, да. А тут бы их на вот наших неполных частных мы ее равномерно кладем. Да. Ну и то, и то, в принципе, естественно. Ну да, в общем, когда мы до большого неполночастного дошли, сколько у нас опций для большого неполночастного? У нас оно в границах от а нулевое в степени n1 до 2 а нулевое в степени n1. То есть из верхней грани вычитаем нижнюю, остается у нас как раз в точности а нулевое в степени n1. Опции различные. И считаем, что, так сказать, каждая неполная частная тут одинаковую меру. Да, да. Эти маленькие... А маленькие не одинаковые, а маленькие не одинаковые. Да, у них длины, у них не одинаковые, они будут уменьшаться. Но они, во-первых, будут не сильно уменьшаться на самом деле, потому что у нас уже настолько большие неполночастные, ведь они, как мы видим, растут экспоненциально, что это небольшое увеличение, но, в принципе, погода не делает. Но в любом случае мы будем меру определять равномерно, что мера на всех этих интервальчиках разной длины будет одинаковая. Вот. Ну и, собственно, тут я, смотрите, тут я только определял для n1 везде. Тут вот l1 и так далее. Но для n-катова, в общем, то же самое будет процесс. То есть каждый раз, грубо говоря, когда мы дойдем до... Давайте опять вернемся к типовой точке. Каждый раз, когда мы вот закончим с блоком больших неполночастных, представим, что мы как с нуля начинаем. Что, чтобы определить меру на вот этом интервальчике, мы за основу возьмем меру там, где мы остановились, и опять поделим вот равномерно. Ну, равномерно в смысле, вот как Николай Георгиевич сказал, в смысле меры Лебека, да. То есть я это даже прописывать не буду. Дальше процесс просто циклично продолжается. Ну да, можно считать, что со вторым пунктом мы закончили, что мы построили меру. Дальше, наверное, самый важный этап. Надо оценить меру через длину. Если мы оценим меру через длину, то тогда потом уже можно будет применять этот, в принципе, да? Ну да, да. Для вас. Да. То есть это да, на самом деле он не самый сложный, но это как бы ключевой момент. Можно сказать, предзаключительный этап. Итак, этап 3. Этап 3. Оценка нюжитого ЖН через длину ЖН. Гены мы уже нашли, нюженты уже определили. Значит, надо просто сравнить их вот каким-то неравенствием. Но перед этим... Сложно, потому что мы же знаем, что где различия. Различия там, где вот равномерно для вот этих неполных частных применений. Поэтому там как... Вот это надо учесть. Вот. Во-первых, здесь вылезут всякие эпсилоны, действительно, которые надо будет учитывать. К счастью, эти эпсилоны устремятся к нулю, когда вот N большое и M большое мы устремим к бесконечности. Вот. Но перед этим важный этап. Собственно, вот он, конечно, простой, но по сути это такой, можно сказать, главный вклад в этой конкретной работе. Без него не получилось бы хорошо оценить M различных мер, потому что M различных мер вот первый раз тут именно построены. Везде строили одну, и то с некоторыми условиями на нее. предполагаемыми. Вот здесь справились без этого, сейчас покажу как. Для каждого... Для каждого... Давайте. Для каждых N и M фиксированных упорядочим D и штрих по возрастанию. Ну, понятно, что некоторые могут совпадать, но если они совпадут, то без разницы в каком порядке именно, но просто главное, что те, которые не совпадают, те по возрастанию. Сейчас, а я запамятовал, для N и M D зависит от N и M? Да, сейчас давайте вернем к определению. Помните, они вчера были, в прошлый раз... Нет, сегодня, вот. Да. D и штрих, вот. Это решение, уравнение, как раз, где встречаются и N и M. То есть, ну, действительно, решение будет от них зависеть. Да, то есть, вот эти мы решения нашли, ну, и как-то их упорядочим по возрастанию. Некоторые могут совпадать, ну, тогда окей, если совпадают. В принципе, нам даже лучше, потому что мы хотим доказать, что минимум из всех, то есть, если они, например, все совпадают, то минимум равен любому из них, тогда не надо нам работать с N величиной, можно работать с одной. Но в любом случае, давайте упорядочим по возрастанию. Тогда, если, D ЖТ штрих меньше или равен D К тому штрих для некоторых Ж и К различных, то, ну, просто по по определению, что если мы рассмотрим вот такую вот сумму 2D ЖТ штрих, эта сумма будет больше или равна в сумме, где мы заменим показатель с D Ж на Д К. но это очевидность. С этим, наверное, все согласны. Ну, тут просто по монотонности. по монотонности и дальше и тогда по определению Д ЖТ штрих, точнее, лучше так вот, Д И штрих, то есть по определению всех этих величин. По определению всех этих величин имеем, что БТ ЖТ, что БТ Ж минус 1 в степени 1 минус ДЖ делить на БТ ЖТ ДЖ меньше или равен, чем БТ К минус 1 1 минус ДК тут я везде штрихи забыл, делить на БТ КТ ДК штрихи. Почему это так? Ну, это понятно, почему. Вернемся к определению Д штриха. Вот. Тут у нас сумма состоит, по сути, из двух частей. Вот эта вещь и вторая континуан. Вот эту вещь, она от М не зависит, ее можно вынести как множитель. Тогда, что у нас получается? Если мы знаем, что сумма континуантов у одной суммы больше, чем у второй, то А, да, смотрите, все эти суммы равны единице по определению. То есть, если мы две суммы приравняем, если сумма одних континуантов больше или равна сумме других континуантов, значит, что вот эти множители будут в обратной пропорции. Ага, да, понятно, да, да. Да, то есть, неравенство перевернется для них. Дальше. А значит, опять по монотонности, еще раз, а значит, опять используя так, как ДЖ меньше равно ДК, то есть, это мы изначально предположили, получаем, что βG минус первая степень 1 минус ДЖ делить на βG Т ДЖ меньше или равен βK минус 1 1 минус ДЖ делить на βK Т ДЖ. То есть, здесь мы избавились от ДК. Ну и тут опять я штрихи забыл. Вот. То есть, знаете, то есть, если ДЖ задает это минимум ДКТ, ДКТ, тогда вот это мы неравенство звездочкой пометим, тогда звездочка выполняется для всех К от 0 до М минус 1. Потому что он минимальный, да? Да. Вот. И в чем суть, то есть, для чего нам это неравенство необходимо, и оно ключевое в этих сравнениях меры и длины. Для Ж от 0 до М минус 1 мы будем использовать меру использовать меру неужитую, когда минимум вот этих ДИТ их о, минимум ДКТ их точнее тут у нас когда минимум ДКТ их равен ДЖ этому. то есть, меру конкретную, у нас их М штук, мы будем использовать, когда ДЖ то есть, вот эта величина с индексом ДЖ и есть та величина, на которой достигается минимум. Вот. И если мы будем использовать меру Ж когда достигается минимум нажитым, мы всегда можем использовать вот это очень полезное неравенство для оценок длин через меру. Так, ну этот этап наверное я строго проделывать не буду, уже времени мало осталось, но по сути это можно сказать упражнение. Мы берем определение меры, вот тут мы ее определяли и мы хотим получить в каждом из случаев что Ж НТ то есть, что мера ЖН не превосходит некоторые константы на ЖН в некоторой степени С, но в нашем случае мы хотим, чтобы эта степень была как раз минимуму ДКТ. Это может, то есть, что мы будем делать? Мы будем использовать определение меры с другой стороны мы будем как бы оценивать длину снизу, тут будем использовать оценку длины, а чтобы получить показатель вот этот минимум мы будем использовать неравенство, которое чуть выше выписано. Немного еще уточню, понятно степень в минимум мы не получим, но мы получим кое-что очень схоже. Мы получим вот этот минимум деленное на 1 плюс эпсилон, который эпсилон будет зависеть от n и m большого и он будет стремиться к нулю. Эпсилон это некоторая функция от n и m которая стремится к нулю, когда n и m стремятся к бесконечности. То есть, мы не сможем получить при фиксированных n и m оптимальный параметр в показателе, но мы получим практически оптимальный, который при стремлении n и m к бесконечности будет давать оптимальный. Но здесь, опять же, как я сказал, это скорее упражнение, надо просто выписать определение меры, оценки на длину и сравнить одно с другим некоторым показателем. Так, давайте пару слов скажу про следующий этап, четвертый это как переходить или давайте сразу четвертый и пятый мы их можно объединить, тут вот про гэпы. Сейчас, давайте еще раз напомните четвертый и пятый, пока все понятно было. Четвертый это переход от цилиндров к любым шарикам, ну то есть к любым интервалам. А, то есть, чтобы применять принцип этого самого распределения масс, нужно уметь меру оценивать на шариках, да? Да, да. Это нетрудно, у нас сами интервалы похожи на шарики. Во всех точках уметь оценивать меру, да. Ну, это нетрудно, потому что у нас сами интервалы похожи на шарики, это же энта, и они почти что шарики, они связанные, в общем, длина их хорошо известна, все там с ними хорошо. Вы на то намекаете, что если шарик в пустой точке, то там его мера 0, и нечего оценивать. Ага. Да? Главное тут, главное это оценка на гэпы, то есть, гэп это что такое, это минимальная длина, сейчас, давайте так вот, обозначим, G, N от A, N, так далее, A, N, от A1 A, N, это гэп, ну или промежуток, пробел между двумя цилиндрами, гэп между G, N, A1, так далее, A, N, и ближайшим, то есть, давайте так, слово гэп тут неуместно, будет расстояние, пусть будет просто, расстояние, называемое гэпом, скажем так, расстояние между цилиндром G, N, и ближайшим, к нему G, N, на каких-то других континуантах, ой, на каких-то других неполночастных A1, A, N, ну, из допустимых, то есть, где A1, штрих, так далее, A, N, штрих, да, из вот этого пространства D, N, вот, и выходит, что на самом деле этот гэп можно очень хорошо оценить, я это сейчас тоже проделать не буду, просто выпишу, собственно, как он оценивается, это опять разбор некоторых случаев, когда мы считаем для маленьких континентов, когда мы считаем для больших и так далее, все расписывается, очень все просто получается снова по теории цепных дробей, этот гэп на самом деле оценивается снизу, а нам только оценка снизу и нужна, как единицы делить на M, но M это вот как раз ограничение на наши неполночастные, умноженные на просто длину цилиндра, вот так просто оценивается, то есть по сути, что гэп сравним с длиной самого цилиндра, который мы рассматриваем, вот, а коль скоро это так, я эту картинку чуть выше рисовал, что если у нас есть цилиндр G, N, и есть какой-то ближайший к нему, гэп мы знаем какой, и если мы возьмем шарик достаточно маленького радиуса, а именно шарика радиуса меньшего, чем гэп, то такой шарик будет пересекать максимум один интервал, то есть не может быть такой ситуации, потому что мы берем шарики радиуса меньшего, чем гэп, вот, а раз он пересекает не больше одного, ну тогда просто по определению меры, что мера шарика будет как минимум, ой, наоборот, в смысле максимум мера цилиндра, которую он пересекает, а про меру цилиндра, которую он пересекает, мы уже на предыдущем этапе выяснили, как она оценивается через длину. А, я понял, что если шарик много пересекает, то тогда непонятно, там же мера едет, то есть наша мера зависит от того, в каком цилиндре находится самое множество, чтобы его считать, а тут, если он, для шарика маленькой длины, он пересекает только один цилиндр, поэтому там мера считается по правилам именно этого цилиндра. Да, но, помимо того, что я сейчас сказал, нам надо будет кое-что еще учесть, то есть если у нас есть шарик какой-то такой, нам надо будет... условия распределения вас, покажите, там же для каких-то... Там нету предела, там для всех... Для всех маленьких. Сейчас. А что там, как там кванк? Вот, зеленым выделено. То есть, что существуют некоторые константы С и Р нулевое, такое, что меры всех шариков с радиусом меньше, чем это Р нулевое. Вот такое, а Р нулевое от чего зависит? Ну, ничего, оно главное, что существует, что оно существует, некоторое Р нулевое, некоторая граница, что все шарики меньшего радиуса... Оно не зависит от X. Нет. X-ы любые вообще в нашем множестве. То есть, любые шарики маленького радиуса... Ну, то есть, это абсолютная констант. Или какая она константа? Если она маленькая, он может же... Он же не требует, чтобы он настолько маленький, чтобы он один только пересекал цилиндр. Он может много пересекать. Так нам надо, чтобы существует хотя бы какой-то. А мы выберем тот, который настолько мал, что он будет пересекать максимум один. Значит, нам хорошо, что он максимум один пересекает. Будет проще считать. Предположим, что существует... С... Ничего я не понимаю. Предположим, что существует две константы. С... Это мультипликативная константа, на нее вообще можно наплевать. И Р нулевое. Это граница радиусов. Такое, что все шарики меньшего радиуса, все любые шарики с центрами в нашем множестве, все шарики радиуса меньшего, чем Р нулевое. Для всех шариков выполнена вот эта оценка, которая выделена зеленым, что мера не превосходит. Я не понимаю. У нас же... На нашем множестве цилиндры все меньше и меньше бывают, когда мем меры. И, так сказать, ясно, что шарики пересекают много цилиндров в окнах. Не совсем. Ну, я к этому еще не пришел. Сейчас я как раз... Я начал говорить о том, что нам надо будет еще одну вещь учесть. Сколько... Сейчас. Вот. Я нарисовал шарик и сказал, что нам, помимо того, что я сказал, надо будет еще одну вещь учесть. Сколько цилиндров следующего порядка мы будем пересекать? То есть, я имею в виду, может быть, что если зеленый пересекает что-то, то он пересекает цилиндр наибольшего порядка, а все остальные это ерунда. Ну да. Посмотрите, он может... Он на n там порядке максимум пересечет один. Но на n плюс первом тут же еще будет какое-то подразделение. На n плюс первом он будет много пересекать. Как n зависит от цилиндра? От шарика? От зеленого как это зависит? Если хотите строго, хорошо, давайте так. Для любого r, ну достаточно маленького и понятно, существует единственное n, такое, что гэпы порядка r. Да, зажимают с двух сторон, что гэпы n. Слушай, я понял. Вот я понял теперь, вот теперь я понял, что вы берете шарик радиуса r и для него находите тот, грубо говоря, единственный гэп, который с ним соизмерим, а остальные гэпы не вносят вклад в меру. Все, я понял, да. как только мы зафиксировали для данного радиуса порядка r. Это самое, как это максимальный разряд в цифре. То есть, вот есть гэпы, которые действительно вносят вклад какой-то, вот, а вот он вносит вклад, а гэпы для следующего уровня, они там геометрически суммируют. Да, да. Тут, ну, понятно, есть некоторые нюансы, которые надо учесть. Например, может быть такая ситуация, что у нас радиус настолько маленький, что как бы он задевает шарик, ой, не шарик, а интервал n-того разряда, но при этом на n плюс первом вот это пересечение настолько маленькое, что он даже не весь его покрывает. А может быть, что, ну, какое-то количество n плюс первых покрывает. Но это надо все расписать и понять, что... тут аккуратно надо еще, где провораться всегда найдется. Да, надо это все аккуратно учесть, но да, в принципе, идея описана правильно, что как только мы зафиксировали r, всегда для него найдется вот гэп соизмеримого размера, действительно. Да. Вот. То есть, ну, давайте, грубо говоря, какая будет цепочка неравенства. Это, наверное, чуть ли не последнее, что я скажу. что мера шарика просто по определению, что он пересекает как минимум, ой, максимум один интервальчик порядка n, то есть это будет всегда выполнено. С другой стороны, мы еще покажем на предыдущем этапе, что это, в свою очередь, не превосходит константы некоторой на цилиндр следующего порядка. вот. А это, в свою очередь, мы тоже на предыдущем этапе знаем, что мера не превосходит длины в некоторой степени. То есть, это опять какая-то c штрих на длину gn плюс первая в некоторой степени это как раз тот самый минимум декатых делить на 1 плюс эпсилон. Вот. А в свою очередь, gn плюс первая что мы знаем. Вот. У нас есть оценка на gap. Я ее выделю зеленым. Что gap сам по себе соизмерим с длиной интервала. Длиной цилиндра. То есть, это можно продолжить в свою очередь, как опять какая-то константа c2 штриха на gap в той же степени минимум dk на 1 плюс эпсилон. А это, в свою очередь, из вот этого неравенства выше, что gap соизмерим с радиусом. Получится, что константа опять какая-то новая c3 штриха на радиус вот в этой степени минимум декатых на 1 плюс эпсилон. А это то, что нам и надо. Понятно, да, здесь есть некоторая техника, что надо разные случаи проверить для маленьких радиусов, что там есть разные ситуации. Но, в целом, вот это вот неравенство, что это меньше равно, чем вот это, это и есть то, что, в принципе, распределение масс. Что каждый шарик маленького радиуса оценивается как некоторая константа на радиус в вот некоторой степени. То есть, отсюда следует, что размерность нашего множества е, это контр-множество, оно, в свою очередь, является подмножеством см, то есть, у нас есть такое неравенство. Это будет, как минимум, показатель степени у радиуса, то есть, как минимум, минимум декатых делить на единицы плюс эпсилон. Дальше устремляем n и m к бесконечности. Ну и так как эпсилон у нас зависел от m и m, причем зависел так, что он стремится к нулю при стремлении n и m к бесконечности, мы получим, что размерность см как минимум декатых. Ну и собственно и все, да, мы получили нижнюю границу, которая совпадает с верхней, а значит, мы имеем просто равенство. Ну тут не кажется это все запредельно сложным. Ясно, что если выписывать, то кучу будет неравенств всяких, которые надо... Ну да, это технически неприятно. Технически неприятностей есть, но вообще это не кажется. То есть основное, что действительно надо очень сильно разделить вот это влияние, которое мы изучаем, а промежутки заполнить всем. Всем. Ну и вот да, ладно. Очень хорошо, да, спасибо, очень понятно. Ну что, формальную часть тогда мы на этом заканчиваем. Есть какие-то вопросы, так сказать, по существу сегодняшнего, так сказать, рассказа. Если вопросов мало, то тогда мы формальную часть скончаем. Что будет в следующий раз, я не знаю. У меня тут начинаются кошмарные дни, поэтому сейчас давайте делаем перерыв. Я запись выключу. спасибо.